МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страна, затаив дыхание, взволнованно следит за историей со смертью любимого вождя. Количество запросов, связанных с зарыванием в земной шар товарища Путина, выросло в десятки раз после сообщения о его якобы кончине. Как показывают данные сервиса Яндекс.Подборслов, запрос «Путин умер» в поисковике вводили 417 495 раз. Причем больше всего новостями о смерти Кормчева интересовались жители Москвы и духовного Санкт-Петербурга. И это еще не проверялись запросы со словами «Сдох», «Окочурился», «Дал дуба», «Закинул тапки», «Склеил ласты» и «Откинул копыта, товарищи». Отметим, что даже в период охлаждения тела товарища Жириновского интернет-сообщества так не волновалось. Это говорит о бесконечной любви к вождю и истинному интересу к его загробной жизни. Надежда на его успение греет миллионы наших сограждан, ведь тогда можно будет выпить шампанского или даже чего покрепче. Радостные фейерверки осветят всю страну во имя воссоединения нашего гения со Всевышним. Ведь Путин вечен, он не лох, а значит, ни хрена не сдох. Понадеялся? Покайся! Вражий Запад! Обломайся! Сегодня в Москве начались учения сил ФСО, в ходе которых будет отработана вооруженная защита ключевых государственных зданий и находящегося в них имущества, товарища Путина со всеми его двойниками и принадлежащими им ядерными и фекальными чемоданчиками. Учения проводятся на случай возможного путча, который, конечно же, невозможен, но в принципе может состояться, хотя и не точно. В ходе учений в столицу может быть введена бронетехника, слышна одинокая и вялая стрельба, виден белый дым из кремлевской трубы и сдержанные стоны вождя. Слышишь, Путин тужится, власть вот-вот обрушится. При этом ограничения на передвижение москвичей вводить не планируется, ведь у нас свободная демократическая страна, товарищи. Просто лучше всего не выходите на улицу, чтобы вас не задавил бронетранспортер и не шлепнул случайный ФСОшник. Не искушайте судьбу, товарищи! Берегите себя до встречи с лопастью президентского вертолета. Если путчится столица, может всякое случиться. может вспучить мавзолей до сиреневых вождей. Мойте посуду, чтобы чисто было. Ну что, починили, нет? Вошли. Ага, красавчики, бля. Вообще молодцы. Кто дверью ошибся? Ошибся. Новое слово в современном искюстве вот-вот произнесет Пермский театр «Сцена молод». Здесь готовят премьеру оперы «16 плюс» под названием «Сережа очень тупой». Инструментальная составляющая оперой Владимира Раннего отдано оркестру, как в обычном спектакле этого жанра. Только состоит этот оркестр из холодильников, пылесосов, телевизоров, тостеров, плазменных панелей, плит, тренажеров, стиральных и посудомоечных машин, «Блендеров», сообщает театр на своей странице в соцсети ВКонтакте. Чтобы собрать звуки разных бытовых приборов в одну партитуру, авторы создали специальный миди-интерфейс. Благодаря ему бытовая техника будет звучать в спектакле вживую, как традиционные оркестры. Опера всея Руси в восхищении и уже раскупают билеты на долгожданную премьеру. После оперы «Сережа очень тупой» логично должен воспоследовать балет «Барбара совсем конченная». Здесь партитура будет написана для бензопилы, мачете, БДСМ-оков и маньячных ништяков. Впрочем, пермские искатели не останавливаются на достигнутом и зрители вправе ждать новых творческих прорывов. Кошек тупо не души, лучше оперу пиши. И живая мурка, и цветет культурка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok